Челефоны, часы и деньги, все на базу. Все на базу. Прощаешься? Блин, это самое сложное в моей жизни. Блин, а вот, например, банка сгущенки. Вот как я могу ее не взять, ребят? Скажите мне, а печеньки, а Рео? Я буду, блядь, 10 дней ходить в одном этапе, прикиньте, вот в этом. Нормально вообще? Устареем, усы, устареемся, корабль, Тони! Берем только одну вещь! Да, готов, готов. Погнали! Все, поганим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Моя задача, наоборот, загнать в вас такой минус, чтобы вы увидели себя со стороны. Кто из какого теста слепнет? Так, это прикольно, конечно, только непонятно, где спать, наверное. Ваша самая первая задача, это не столько успеть, человек. Это будет самое ужасное у нас ждание. Самое ужасное. Ребят, я должен признаться, сегодня спал с двумя мужчинами, два мужика были по бокам. Ощущение так себе. Спать было ужасно. Подо мной были какие-то ветки, короче, невозможно было перевернуться на один бок, на другой, потому что рядом реально лежат люди, ты вот так вот замер. Больше всего сейчас хочется проверить, что там выложить, какой-то сториз, это реально самая большая ломка. Второй хочется позавтракать нормально. Я съел вот такой кусочек маленьких кокосов, и еще было неплохо сходить в душ. Кстати, где-то в душ. Ребят, те, у кого крабы под контролем, те как бы здесь управляют вообще все. Крабовый магнат Рома есть, он управляет тут всем. Ром, по крабам мы всегда можем договориться. Все разовое питание, тут на утро был кокос, а сейчас уже полдник, да, и у нас крабы. На самом деле здесь вот это надо просто высасывать. Это ответственный момент очень. Ничего в к своей жизни не пробовал. Только я мясо не обнаружил. Похоже на семечки, да? Всем давно понять парабы, как вкусны. Что там? Смотрите, крабы. Крабы. Главное, Роме ничего не говори. Украли крабы. Постой, что там? Ребята, бежим. Постой, стой. Обед. Полдня мы будем здесь. На этом лобовом месте. На месте у нас сформировано. Займитесь костром. Также нужно подумать о том, что вот здесь вокруг вы будете все сидеть. Ну так вот. Очень скоро я вас пределю на племена. Мы сейчас определим вожди. Мы начали делиться на команды. И я вообще в целом привык в жизни, в спорте. Я всегда был на первых местах. Везде всегда. Не только в спорте, и в школе, и везде. Всегда лидерская позиция, первые места. И здесь мы выбираем команды. Нужно было проголосовать за одного человека, кого ты считал достойным того, чтобы быть вождем племени. Ну я как бы объективно понимал, что эта тема не моя. Это надо строить дом, готовить какую-то еду, дрова и так далее. У меня в этом вообще не было никакого опыта. И в принципе я не претендовал, конечно, на то, чтобы быть вождем племени. Но в глубине души мне хотелось, конечно, чтобы за меня кто-то проголосовал. Эд сказал, поднимите руки те, кто как бы самовыдвигается. Я в том числе поднял. И, конечно, было обидно, когда было ноль голосов. Павел Валес. Павец вверх. Ольга. Саймон. Маша Дола. Романович. Сейчас у нас будет следующий процесс. Два вождя начнут вас выбирать. Здесь все очень просто. К примеру, Саймон выбирает одного человека. Он выбирает следующего. То есть у каждого из вас будет всего один голос. Самое обидное было потом, когда было выбрано два вождя. И они начали выбирать тех людей, кого бы они хотели в первую очередь, чтобы оказался в их племени. И уже реально остается мало людей. Я помню, я сидел, у меня был прям такой шок. Я думаю, блин, куда я попал? Нахрен мне это надо. И меня выбрал Макс Альфа. Но когда тебя не выбирают, это все равно, что тебя бросают. То есть как будто тебя бросили. Как будто ты никому не нужен. И это было реально очень тяжело. Особенно с учетом того, что ты привык к другому совсем. И тот момент, наверное, был самый тяжелый, потому что я хотел реально свалить. Так, остались девушки. Я выбираю людей. Пришла пора познакомиться с членами нашего племени. И, конечно же, начнем мы с батя. Батя – это наше все. Наш отец. Наш вождь решает вопросы. Бананы, кокосы. Катя – шаман. Катя – заместитель вождя. Условный заместитель. Смотрите, группа «Грот» здесь. Виталий и Дима «Грот». У кочевника дом внутри. Родина с ним повсюду. В мыслях он каждому скажет до встречи. В ответ ему в спину процедят Люда. Фредди – это человек, который бесконечно рубит все топором. Фредди, покажи, пожалуйста, свое лицо. И он еще… у него лицо более… Чуть-чуть сгорело. Похож на Фредди Крюгель. Конечно, Фредди Крюгель. Но вообще он осьминог и зовут его Влад. Вот смотрите, здесь есть Кузьма, она почему-то… А у тебя там с лицом все нормально? Нет. Интрига? Здесь у нас Макс. Веселый и дружелюбный, и трудолюбивый. Паша Доллар из Сочи. Ну, лето ограждением, больше нельзя. Паша все время занят дел, так что не будем его отвлекать. Ну и здесь, конечно, смотрите, наши звезды. Это… Халва. Смотрите, это халва, платва. И она, кстати, обратите внимание, она очень высокая. Она, она врет, что у нее рост метр семьдесят пять. Мне кажется, да, мне кажется, ну и, конечно же, наша звезда, Люба. Вот все же привыкли, что танцы только для уверенных людей, да? И вот она первая танцует. Люба, что у тебя-то с лицом, что ли? Я гнилю. Крис прилетела со мной на остров. Здесь по факту наши вещи все. Вот здесь это то, что нас спасает всегда. Мы спим на них. Тент большой, сейчас мы его натянем, мы будем здесь спать. Нашли вот это место, просто походили по острову, выбрали, блин, почему бы не это место. И теперь вот здесь мы будем в этих джунглях, мы будем жить. Смотрите, вот сейчас, казалось бы, да, это просто джунгли, а сейчас... Комаров здесь, кстати, побольше. Ты вот молодец. Мы выиграли в состязании тент, подвесили сверху этот тент. Это было спасение от дождей. Но тент был маленький, это была проблема. И в итоге 10 человек, 11 человек в нашем племени, мы лежали под тентом, но физически не помещались. Твоя голова, она упирается еще в три головы другие, то есть вот рядом одна голова соседа и две головы сверху еще. И вот так вот, вот так вот, вот так лежите. Твоя голова лежит на куске пенопласта, который ты нашел на улице, и он очень сильно воняет. У меня всего была одна футболка и одна рубашка. Я снял футболку с себя, и эту футболку натянул на пенопласт сверху, чтобы как бы воняло меньше. Вот представьте этот момент, когда ты еще неделю назад лежал в теплой кровати, а сейчас ты вот в этом. И ты понимаешь, ты думаешь вообще, ну нахера, реально зачем, зачем мне это надо, что мне это даст, мне не надо ничего доказывать никому. Просто можно уехать, и все, и все закончится. Короче, ребята, сейчас где-то 12 часов ночи. Мы дружно спали в нашем лагере. Вот смотрите, что произошло. Здесь порвался трос, идет дип-ливень. Вот там веревка, которая держит наш лагерь, которая держит наш тент. А тент, соответственно, спасает нас от дождя. Если мы не привяжем, то, соответственно, не поспим. Как ее привязать? Смотри, надо дыру сделать, короче, ножом. Не надо, нет, нет, нет. Ну а как еще? Это не наш тент. Да какая разница, это наш. Большая. Он дорогущий, это не наша. Но мы единственное можем дыру сделать, и все. Катя, как он показывал узел? Показывай. Катя, может, интересуй в своем стиле ситуацию. Это ебаный пиздец. Мы все спали нормально, лежали, думали, ааа, скорпион, лошки, он там все срывает. Нихуя, блядь, подобно. У нас все срок, ее бени-матери. Вот, короче, отдыхаем на Мальдивах, вообще, это классно здесь. Ну, так все прям, так лакшери, видите, губки сделала себе. Ну, все прям, загарно, лжица, короче, еще. Вот. Реально, у Любы немножко подпухли губы. Немножко. Немножко понравились. Не только, на самом деле, у Любы, посмотрите, я тоже немножко поднакачал. Вот, и немного еще с носом. Носик, Ирина Пасека сделала. Годный, годный, ныне. У тебя реально ебло поплыло. Козелку умеет подержать. Ребят, знаете, что самое классное в этом? Что Дима делает верево. Давай я поотвязываю, я ее завязывала. Дим, мы тут контент пилим. Все, на дерево кто высокий, осьминог или Макс, давайте. Натягиваем, ребят. Короче, пока высоты не хватает, на помощь идет. Вот здесь. Сначала верхнюю, потом нижнюю. Верхнюю, нижнюю, верхнюю, нижнюю. И она была натянута практически к дереву. Ну, то есть, такой шатер был почти до дерева. Короче, ребят, все, задача решена. Нет, здесь, знаешь, как камера должна трястись и такое. Бля, 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 что происходит? Быстрее, быстрее, быстрее. А потом в конце, а потом в конце вот так вот. Блядь. И сопли вот так пудрем должны. Блядь, здесь что-то происходит. Блядь, ну я скажу, конечно, вообще тяжело. Ну, мне более-менее еще нормально, но у кого-то просто сносят башку вообще. Я не знаю, Люба вот любятинка, ее просто кроет капитально. Я не знаю, что с ним вообще происходит. Я просто не знаю, как себя держать в руках. Люба, что бладишь? Еще раз, что бладишь. Что случилось? Что, что, проиграли? Нет. А что, что, будем опять же в жопе жить? Да? Да, мы все очень. Хуенно, блядь. Я на самодан разъеду. У меня там бритвы и кремы все. Находит, ноет постоянно, блядь. Дайте мне мои вещи, мои камеры, мои. Ты знала, куда едешь, Люба, блядь? Ты что, не понимала, что мы на необитаемом острове? Тут нет камер, нет инстаграма. Блядь, просто меня уже тошнит реально. Блядь, сколько можно? Просто я прихожу, реально, ну я охерел вообще. Просто банка тушенки, она сидит и уплетает руками. Последняя. Я не знаю, ее просто убили бы. Ну реально убили. То есть за такое это просто пиздец. Бля, Люба, что за херня, а? Что за херня? Ты больной что ли, блин, придурок?